Время свободы Как с российского бомбардировщика могли упасть на Белгород сразу две управляемых бомбы, одна из которых не разорвалась? Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Сотрудникам российских средств массовой информации в получении американских виз было отказано. Из Германии выслана большая группа российских дипломатов, которых власти ФРГ считают сотрудниками разведки. Также сегодня. А где вам пришлось или довелось побоевать? В каких операциях вы участвовали? Что-то можно из этого? Вы знаете, я, к сожалению, наверное, не могу раскрыть вам эту информацию. Действительно ли сын Дмитрия Пескова провел полгода в Украине в составе артиллерийского подразделения ЧВК «Вагнер»? Важнейшие события, как и все последние 425 дней, происходят сейчас на фронтах войны в Украине. По данным Американского института изучения войны, подразделения ВСУ закрепились на небольших участках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако эксперты сомневаются, что эти участки будут использованы в качестве плацдарма для наступления украинской армии. Продолжаются тяжелые бои в Донбассе. Боевые столкновения в Бахмуте сместились, по последним данным, на окраины города. Власти Севастополя в оккупированном Крыму сообщили об атаке двух беспилотных надводных аппаратов на бухту, где базируется Черноморский флот России. Согласно этим заявлениям, один из аппаратов был уничтожен, другой взорвался сам. Жительница Подмосковья обнаружила в лесу разбившийся воздушный беспилотник с 17 килограммами взрывчатки американского производства. Эксперты предполагают, что это украинский дрон, который упал, так как у него кончилось топливо. Но официального подтверждения этой информации нет. А в Белгороде, где в конце прошлой недели взорвалась бомба, упавшая с российского бомбардировщика, несколько тысяч человек были эвакуированы, так как спасательные службы обнаружили еще одну упавшую на город бомбу, не разорвавшуюся. Почему о второй бомбе так долго не было известно, непонятно. При этом украинский военный эксперт Роман Свитон убежден, что случившееся не нештатный исход боеприпасов, как это утверждало Министерство обороны России. Вот такой же Су-34 упал в Ейске. То есть это один и тот же борт. Он может нести такого рода бомбы, это ФАП-500. Фугасная авиабомба, в ней около 300 килограмм фугаса в чистом виде, но и определенные элементы уже конструкции самой авиабомбы. Одна бомба, одна, может сойти нештатно. Есть такие случаи, когда одна бомба из подвеса срывается по разным технологическим причинам. Перегрузки, неправильный подвес, какой-то перекос. Одна. Но если две бомбы сходят, это однозначно штатный сброс. То есть это сброс летчикам, сброс авиабомбы. Он выполнял боевую задачу. Именно эти бомбы используются в качестве КАБов, уже не как свободнопадающие бомбы. Эти бомбы, если их обвешивают, ну грубо, приделывают крылышки системы управления, он становится КАБом. Это корректируемая авиационная бомба. Такого рода бомбы, такая же самая, упала на Донецке, рядом упали крылышки. Она просто сорвалась с крылышек, упала, ну и крылышки упали рядом, этот обвес. Это сбрасывали россияне, такой же Су-34 сбрасывал на Авдеевку авиабомбы. Это недавно было, несколько недель назад, видео, фото, все это есть в интернете. Эту ФАП-500, ну это понятно, то есть она была сброшена россиянами, не долетела до Авдеевки, упала в Донецке, одна авиабомба с крылышками рядом. А здесь эти две бомбы, крылышек нет. Значит, это не были КАБы, то есть это были две штатные свободнопадающие авиабомбы, которые были сброшены конкретно на этот город и конкретно на этот жилмассив. Тем более с задержкой взрыва, то есть задержка взрыва выставляется на земле, то есть те техники и инженера, авиационные и вооруженники, они точно знали, куда предназначены эти бомбы, так как эти бомбы в таком исполнении, без крылышек, российские самолеты не могут сбрасывать по Украине, они подойти не могут на такую дальность, без крылышек, чтобы она допланировала, и сбросить под себя. Да, это было штатное срабатывание сброса именно этих авиабомб. Вопрос к летчикам. Оба летчика, он один там не может это делать. Там оба пилота сидят, там есть определенные системы защиты от нештатного срабатывания на самолете. То есть здесь вопрос к самим пилотам. Это старые бомбы, им лет по 50, наверное, 40-50 лет. Там очень старые взрыватели, они их не перепроверяют, иногда они даже не перебирают, довольно-таки опасно. Поэтому их просто сбрасывают уже, взорвется, не взорвется. Тут в Донецке несколько недель назад один в один такой же случай, просто с крылышками. Ну, они не взорвались, я уже сказал, почему. Первая бомба взорвалась с задержкой, то есть она предназначалась для удара по либо высотным зданиям с пробитием там нескольких этажей, как минимум там 5-7 этажей она может пробить, эта авиабомба. Либо для бункерных каких-то взрывов подземных. Вторая просто не взорвалась из-за старых. Еще раз повторюсь, если бы там были где-то рядом крылышки лежали, однозначно это сброс по Харькову. То есть где-то с этого рубежа, с рубежа Белгорода идет сброс этих бомб, и они долетают на крылышках, долетают до Харькова. Крылышек нет уже который день, а нигде, ни в каком паблике, и россияне не показывают крылышки. Значит, эти бомбы были без крылышек, значит, они сбрасывались. Дело в том, что эта свободно падающая бомба без крылышек, она грубо падает под себя. Там несколько километров еще по инерции может идти, но она вертикально падает, в конце концов разворачивается и падает без крылышек. Вот это же проблема с этими крылышками. В Донецке они были, здесь их нет. Это было мнение украинского военного эксперта Романа Свитона. Продолжаются баталии и на дипломатическом фронте. В Нью-Йорк прибыл Сергей Лавров, министр иностранных дел России, которая до конца апреля председательствует в ООН. Москва жаловалась, что Лавров и сопровождающие его дипломаты долго не могли получить американские визы. Визы, в конце концов, им были выданы, а вот сотрудникам российских СМИ, который хотел взять с собой Лавров, в праве на въезд в США было отказано. Своё возмущение по этому поводу выразили и сам Лавров, и его заместитель Сергей Рябков. Привожу фрагмент заявления Рябкова, поскольку в нём он упомянул о очень важном переговорах Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкиным не планируется. Таких планов нет. У нас, по большому счёту, с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент. Я не уверен, что господин Блинкин в эти числа будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет, я повторяю, мы найдём формы, как донести наши сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем, очередным проявлением резко антироссийского курса, проводимого Вашингтоном, как найти формы, чтобы это донести для тех, кто занимается российской политикой в США. И мы ответим, ещё раз подчёркиваю. Это был заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Думаю, в контексте обсуждения возмущений Рябкова и Лаврова по поводу отказа в американских визах сотрудникам российских СМИ, стоит упомянуть публикацию сегодня открытого письма не менее чем трёхсот журналистов из двух десятков государств с требованием немедленно освободить арестованного по обвинению в шпионаже в России репортера американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ну а тема работы в России иностранных, как, впрочем, и независимых российских СМИ, безусловно, ещё шире. Что же касается выдачи визы Лаврову, то, как считает бывший российский дипломат Борис Бондарев, отказ в визе российскому министру был бы ошибкой. Подчеркну при этом, что Бондарев — единственный сотрудник МИД России, и подавший в отставку в знак протеста против российского вторжения в Украину. Выдача виз — это прерогатива страны, поэтому они могли не выдать. И за последние довольно большое число лет американцы регулярно своим правом этим пользовались, я бы даже сказал, злоупотребляли, что становилось предметом постоянных выяснений отношений между Россией и США. И зачастую не получали визы даже воскопоставленные представители, как директора департаментов, некоторые заместители министры, и так далее. И американцы эту политику проводят не только в отношении России, но и ряда других стран, в частности, венесуэльские делегации, или иранские, например, тоже периодически от этого страдают. И США, как страна, которая принимает ООН, с одной стороны, имеет право выдавать визы или не выдавать визы, кому они считают нужным, но с другой стороны, в соответствии с соглашениями между США и ООН 47-го года по штаб-квартире ООН, согласно которому штаб-квартире ООН размещается в Нью-Йорке, американская страна ведет на себя обязательства обеспечивать беспрепятственный проезд к месту мероприятий ООН для всех членов официальных делегаций стран-членов ООН. И тут постоянно возникает такая правовая коллизия. Сколько американцы могут пользоваться своим правом, как выдача национальных виз, либо они должны выдавать их все по первому требованию. Здесь постоянно возникает такая почва для споров. Поэтому, что касается именно Лаврова, то я думаю, что ему были выданы визы, потому что не выдача визы министру вызвала бы очередной скандал, и американская страна выглядела бы очень некрасиво в глазах других стран, особенно стран развивающихся, стран так называемого глобального Ю. Которые расценили бы это как очередной крайне недружественный шаг по отношению к России. Поэтому, я думаю, американцы пошли на это, но не выдали визы журналистам. Но мы должны понимать, что ООН – это всемирная организация, которая 193 государства, и если вы хотите большую часть этих государств привлечь на свою сторону, то нужно действовать сообразно их взглядом на положение дел. И, как мы видим, многие страны не склонны рассматривать американскую западную позицию по войне в Украине как единственное правило. Да, есть Китай, есть Бразилия, есть другие страны, которые занимают такую как бы нейтральную позицию. И поэтому, конечно, если, понимаете, если США начинают активно решать, кто может принимать участие в заседаниях ООН, а кто не может, это будет очень большой шаг по направлению к разрушению ООН, в принципе. И, конечно, если вы заинтересованы сохранением этой организации, какая бы она несовершенная ни была на сегодня, нужно быть очень аккуратным. Это был бывший российский дипломат Борис Бондарев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Ну а в Германии средства массовой информации обсуждают крайне необычное по нынешним временам событие прибытие в субботу в один из берлинских аэропортов российского пассажирского авиалайнера. Необычного потому, что со времени начала войны в Украине небо европейских стран для российских авиакомпаний было закрыто. Более обыденно звучит причина этого события это высылка из Германии сотрудников российского посольства, которых власти ФРГ заподозрили в работе на российские спецслужбы. Правда, в этот раз ни Берлин, ни Москва высылку российских дипломатов, как и зеркальный ответ России, старались не афишировать. С подробностями наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Высылка российских дипломатов была покрыта мраком тайны. Никто не понимал, что случилось в субботу в Берлине. Было известно из немецкого пресс-агентства ДПА. И эти сведения были чрезвычайно малые. Просто на уровне слухов распространялась такая информация, что прилетела какая-то неизвестная машина из России, села в немецком, в перлинском аэропорту Берр, и затем эта же самая машина вылетела в Россию. Кто был на базе этой машины, было неизвестно. И даже немецкий телеканал РЗ не понимал, в чем дело и в чем причина того, что эта машина получила разрешение на посадку в Берлине. Сейчас, если мы посмотрим на ситуацию с небом, да, оно номинально закрыто. После того, как в феврале 2022 года Евросоюз принял санкции в отношении России и запретил посадку российских самолетов на территории европейских стран, Россия приняла ответные меры и также запретила посадку машин европейских авиакомпаний в российских аэропортах. Но в случае каких-то дипломатических контактов или, может быть, для того, чтобы как-то осуществлять минимальное сообщение, есть исключение, которое проходит под грифом «Diplomatic clearance», дипломатическое разъяснение. И вот прилетевший из России самолет Ил-96-300 взял на борт низкое двузначное число российских дипломатов и вылетел с целью «Москва-аэропорт» Внуково. Об этом сообщало агентство ДПА. Кто и почему был на борту этого самолета, стало известно сегодня. МИД СРГ разослал небольшое пресс-сообщение, которое получили самые известные и этаблированные газеты СНИ Германии. В этом сообщении говорилось о том, что уже с начала апреля велись переговоры между Москвой и Берлином в отношении числа дипломатических сотрудников в посольствах наших стран. Но МИД СРГ избегал формулировку «высылка дипломатов». И это было символично. Он говорил о том, что в результате переговоров обе стороны пришли к выводу, что необходимо сократить количество сотрудников в той и другой дипмиссии. Я говорила с экспертами, которые подтверждают, что давно известно, что в российском посольстве в Берлине работает очень много законспирированных сотрудников российских спецслужб. И раньше их просто терпели. Сейчас ситуация изменилась. Соответственно, снова оценка ситуации. Об этом говорило фиберальное ведомство по охране конституции ФРГ. Пришли к выводу, что необходимо сократить нежелательное присутствие шпионов на немецкой земле, которые занимаются и добычей информации, и вербовкой сотрудников, и обходом санкций с помощью контакта с предприятиями. Сколько их знает каждая сторона, об этом также мне рассказали эксперты. То есть количество шпионов и в Берлине, и, может быть, даже в немецкой дипмиссии, в Москве, естественно, известно. И то, и другой стороне. На основе просто новой и изменившейся оценки ситуации и на основе оценки новых рисков немецкая сторона приняла решение сократить количество работников спецслужб в российском посольстве. Для того, чтобы избежать скандала и эскалации, немецкая сторона не афишировала эти события. Потенциал эскалации очень большой. Речь идет не о том, чтобы улучшать отношения, речь идет о том, чтобы сохранить хоть какие-то отношения. И причина того, что это не афишировалось, именно желание избежать очень большого скандала. Ранее, в прошлом году, в апреле 2022 года, официально заявила о высылке дипломатов министра национальных дел ФРГ Анна Лена Бербук. Сейчас ни она, ни кто-то из заместителей министра национальных дел ничего не сказали. И более того, на все запросы, как я уже упомянула, министерства не дают никаких определенных конкретных ответов. Я думаю, они и дальше будут держать все это в тайне. Почему в тайне? Потому что, естественно, стараются как-то сохранить хоть какую-то способность функционирования, работоспособность немецкого посольства в Москве. Сейчас там уже на треть были сокращены кадры. То есть совершенно невозможно уже как-то выставлять визы. И эксперт также сказал, что это приведет, может быть, к тому, что новый посол Германии, граф Александр Лармсдорф, не будет послан в Москву, чтобы заступить на свой пост. Изменить бывшего посла Германии это было уже запланированным шагом. А теперь в результате того, что Россия реагирует довольно-таки агрессивно, немецкая сторона исходит из того, что необходимо будет резко, значительно сократить количество персонала в посольстве в Москве. И это приведет к тому, что визы для российских граждан также будет очень сложно выдавать. И эксперт Штефан Майстер сказал, что, может быть, даже это и с другой стороны, и желание российской стороны, чтобы сократить всяческие отношения с Германией, чтобы усложнить выдачу виз для российских граждан. Мы видим, что уже конкретные категории населения исключены из списка тех лиц, которые могут получить визы для поездки за границу. И Штефан Майстер считает, что это на руку российской стороне, поскольку она также желает и закрытие границы России, и сокращение возможностей выезда из России в другие страны. В принципе, это прямиком ведет и к выставке постройки нового железного занавеса, может быть, даже так. Из Берлина передавала наш корреспондент Анна Розе. А МИД Китайской Народной Республики сегодня фактически оправдывался за заявление в эфире одного из французских телеканалов посла Китая в Париже Лю Шайе о том, что договоров, закрепляющих государственный суверенитет республик, которые входили в состав СССР, нет. О каких, кстати, договорах говорил посол, учитывая, что все 15 бывших советских республик уже давно являются полноправными членами ООН, мне лично непонятно. Ну, вот этот фрагмент. С точки зрения международного права бывшие республики Советского Союза не имеют, как бы правильно выразиться, действительного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы закрепляло их статус как суверенных стран. Слова посла Лю вызвали бурю негодования в Европе, послы Китая в странах Балтии были вызваны для разъяснений, а МИД Китая, не осудив прямо слова своего дипломата, заявил, что Китай уважает суверенитет всех государств, образовавшихся после распада СССР, и был одним из первых, кто установил с ними дипломатические отношения. Китай также официально не признает Крым частью России. Вы слушаете «Время свободы». В России обсуждается заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что сын пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова якобы полгода воевал в Украине в составе принадлежащего Пригожину ЧВК «Вагнер». Имя Пригожин не назвал, но из контекста следует, что речь идет о 33-летнем сыне Дмитрия Пескова Николае Чоузе. Проверить эту информацию возможности у меня нет, так что перечислю то, что доподлинно известно на данный момент. Вот фрагмент заявления Евгения Пригожина. Он рассказал о том, что Песков-младший был вагнеровцем в ходе более пространного интервью. Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии. Пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом по колено в грязи, в говне, на урагане. Это был Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер». Пригожин сказал, что Дмитрий Песков попросил отправить его сына на фронт летом прошлого года. Однако осенью, 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, журналисты канала «Популярная политика» дозвонились Пескову-младшему, представившись сотрудниками военкомата. И вот что услышали в ответ на предложение явиться и записаться добровольцем. Должны понимать, если вы считаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне. Мне это самое, если придется защищать Родину, у меня проблем никакой нет в этом делать. Просто мне надо понимать целеобразность моего там появления. Там просто не просто так, я говорю вам просто о политических определенных нюансах. Можно ставить галочку? Согласен пойти добровольцем на фронт? Нет, мне такую галочку ставить не надо. Это не по вашей просьбе, а это вот как мне скажут, так я и поступлю. По словам сына пресс-секретаря Кремля, он был награжден медалью «За отвагу» и совершил подвиг вместе с сослуживцами. Но в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову высказывался более чем расплывчато. Мне пришлось, естественно, сменить фамилию ради безопасности. А где вам пришлось или довелось побоевать? В каких операциях вы участвовали? Что-то можно из этого? Вы знаете, я, к сожалению, наверное, не могу раскрыть вам эту информацию. Но, допустим, как часто вот, это же можно сказать? Довольно часто. Ну, в день. Я думаю, что я не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо, ладно. Это был фрагмент интервью сына Дмитрия Пескова, Николая Чолза, «Комсомольской правды». За время предполагаемого пребывания Пескова-младшего на фронте по меньшей мере два раза камеры наружного наблюдения в Москве фиксировали превышение допустимой скорости принадлежащим ему автомобилям. И за это же время автомобиль был продан. Есть также две фотографии в военной форме, на которых у Пескова-младшего замотано лицо. А Владимир Соловьев опубликовал эксклюзивные, как он утверждает, кадры с Пескова-младшим, записанные якобы в январе этого года под «Солидаром». Запись сделана в темном помещении или ночью. И в глаза очень бросается, что на форме Пескова-Чолза, даже во время тяжелых боев за «Солидар», нет ни пятнышка. В последние дни, кстати, оживились разговоры по поводу двойников Владимира Путина. Это произошло после поездок Путина на прошлой неделе, во время которых президент России оказывался почти одновременно в разных местах, одетым по-разному и даже с разным настроением. Сразу оговорюсь, что неопровержимых доказательств того, что двойники Путина существуют, нет. Зато журналисты не раз обнаруживали, как Кремль запускает в публичное пространство так называемые «консервы», заранее записанные видео с участием Путина, которые выдаются за отчеты о только что состоявшихся событиях. Интересно, что телеканал «Россия» показал в воскресенье интервью с телеоператором, сопровождавшим Путина во время его якобы поездки на оккупированные территории Украины. Лицо говорившего было почему-то скрыто. И вот что он рассказал о, опять же, якобы неожиданном для российских военных появлении президента. Что с военными в этот момент происходило? Насколько это для них все было неожиданно? Был какое-то встречающее количество генералитета, людей, которые встречали неизвестно для них кого. Насколько я понимаю, для них это было обозначено как какое-то руководство, генерал, может быть, кто из штаба должен был приехать. То есть они встречали кого-то узкопоставленного, но без конкретики. И когда на скорости начинает въезжать кортеж и выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам. Дальше его провели в штаб. Там, естественно, тоже к его приезду особо никто не готовился. Видно было, что бытовые условия для пребывания. То есть где нужно лежит одежда, то есть люди работают. Точно никто не убирался, что называется, не прибирался. Он не прибирался. То есть там видно рабочий процесс, люди заняты делом. И в этот момент заходит верховный главнокомандующий. Это был предполагаемый телеоператор, сопровождавший Владимира Путина в его поездке на оккупированные территории. О том, как обычно охраняется Путин, сказано уже немало. Один из аргументов сторонников версии существования двойников Путина. С двойником чиновники и военные ведут себя куда более раскованно и фамильярно, чем с настоящим президентом России. Ну и новости культуры. Против высказывавшегося против войны в Украине лидера группы «Несчастные случаи» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении представителя власти за жест в адрес полицейского. Все случилось в Новосибирске в тот момент, когда там был сорван концерт группы в клубе «Бродячая собака». В Малом драматическом театре перенесены на месяц сразу два спектакля с участием Данилы Козловского. И это случилось почти сразу после того, как доносчик номер один в России Виталий Бородин, я о нем рассказывал, пожаловался на Козловского в прокуратуру, обвинив в том, что артист живет в Америке, а в Россию приезжает зарабатывать деньги. Козловский заявляет, что работает в России, а в Америку ездил к дочери, которая живет там вместе с его бывшей женой. А певица Валерия, чей муж, бизнесмен Иосиф Пригожин, попал недавно в скандал из-за опубликованной записи его телефонного разговора с миллиардером Фархадом Ахмедовым, на концерте в честь своего 55-летия пела вместе с Иосифом Кобзоном. На сцене появилась голограмма умершего пять лет назад певца в полный рост. Выглядела, признаться, диковато. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.